Друзья, рад всех поприветствовать! В работе у меня автомобиль Mercedes GL500 В предыдущих видео вы видели, как я снимал радиатор чтобы промыть его и попутно при демонтаже радиатора был сделан осмотр роликов и был обнаружен повышенный шум на водяном насосе и на ролике натяжителя было принято решение пока все у меня разобрано сразу заняться заменой данных компонентов все это было заказано прошла неделя наконец-то все пришло и процесс установки новых компонентов начался то, что касается водяного насоса водяной насос от фирмы DICA был заказан фирма достаточно серьезная я думаю, делает неплохие вещи поэтому поставим посмотрим, как он себя поведет оригинал стоит в районе от 40 до 50 тысяч если мне не соврать DICA стоит 5 тысяч рублей то есть 5,5 тысяч как бы разница есть вот он оригинальный насос мерседесовский со значком мерседеса надо отдать должное он проходил 246 тысяч километров и, честно говоря, он до сих пор живой просто он шумит чуть-чуть интересная форма крыльчатки сварная DICA выполнена абсолютно так же то есть я никаких различий по насосу не нашел что оригинал, что DICA примерно все одинаково что не может не радовать в комплекте была металлическая прокладка проблем нет работает не течет но подшумливает поэтому был смысл сразу поменять и я так понял что он изготовление пятый месяц десятого года машина одиннадцатого года достойный результат не хуже, чем у Тойоты то, что касается ролика заказал ролик от компании SWAG сразу, друзья если у кого-то есть наработки по неоригинальным компонентам на немцев пожалуйста пишите в комментариях будет интересно узнать кто что ставил и как это все себя в эксплуатации ведет в общем ролик я взял SWAG подшипник польский фирмы NSK достаточно добротно сделан подшипнику, я думаю вопросов не будет оригинал но, можно сказать проходил так же достаточно неплохо до сих пор живет просто подшумливает поэтому пока все разобрано есть смысл сразу такие вещи ставить новые чтобы два раза не лазить в одно и то же место навесной ремень я взял к антитеч в общем все собираю в обратном порядке и ставим потихоньку автомобиль на ход антифриз буду заливать синтековский сейчас покажу какой антифриз применять буду синтек новая модель говорят что супер модный офигенный антифриз смешивается со всеми видами антифриза якобы поэтому зальем посмотрим я думаю проблем не будет синтек у нас компания также серьезная еще какой момент здесь возник на повестке дня сейчас также покажу мерседес использует хитрые трубочки на своих автомобилях и желательно заказать сразу новые уплотнительные кольца на вот эти трубки охлаждения то есть они крепятся у нас не таким вот образом а на быстросъемах и при помощи уплотнительных колец обеспечивается герметичность сейчас попробуем посмотреть если вблизи трубочку найду да вблизи трубочку я нашел вот такого вида трубки интересные и здесь идут колечки поэтому колечки я заказал также новые буду ставить кому понравилось соответственно ставим лайки кому не понравилось дизлайки комментируем пишем что думаем на всю эту тему и еще раз повторюсь если у кого-то есть наработки по неоригинальным компонентам для автомобилей мерседес в комментариях пишите будет очень интересно ознакомиться сразу заметка то что касается предыдущего видео по автомобилю тойота ландкрузер 300 видео я друзья закрыл по просьбе тойота мотор мне позвонили ребята с дилера и попросили видео закрыть так как информация вроде как является секретной хотя не знаю что там не секретного автомобиль в принципе уже на рынок выходит он уже представлен любой может заглянуть под автомобиль посмотреть как все сделано поэтому не знаю не вижу смысла такую информацию не озвучивать наоборот ее надо показывать во всеобщий доступ чтобы новые владельцы таких автомобилей знали что это за автомобиль из чего он сделан с чем его едят и насколько круче он стал чем предыдущая двухсотка поэтому не вижу смысла делать из этого секрета но тем не менее попросили видео закрыть видео закрыл благодарю друзья всех за внимание желаю всем здоровья удачи и благополучия